Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, уже было сказано немножко о реабилитации и именно о кардио-онкологической реабилитации. И позвольте представить вам наше видение этой проблемы, поскольку тема эта еще очень-очень нова и свежа, скажем так. Итак, что такое вообще онкологическая реабилитация? Существует очень давно, вообще с 70-х годов во всем мире, кроме Российской Федерации, когда она там стала звучать где-то в начале 2000-х годов. Вот так, как ее, собственно, и формулируют. Комплекс лечебных мероприятий, направленных на снятие симптомов в послеоперационном периоде и между курсами химиотерапии, лечение астении различного генеза, восстановление гемопоэзии и так далее, лечение системной органной недостаточности, диагностика и лечение сопутствующих онкологических заболеваний, проведение реабилитационных мероприятий с продолжением сеансов химиотерапии. Ну, психологическая реабилитация добавляется и социальная реабилитация. Что же такое… Да, простите, еще в последнее совсем время появился такой термин, как пререабилитация. Это оказание помощи больному в интервале между моментом диагностики онкозаболевания и началом его лечения. Что же такое кардиоонкология? Практически вот новое я уже в скобки вставила, потому что в этом году уже 11 лет, как ее официально, по крайней мере, в Европе объявили. Но это тоже дисциплина, которая призвана осуществлять скрининг, мониторинг, диагностику, проводить терапию сердечно-сосудистой патологии во время и после противоопухолевого лечения. Так формулируют ее и европейские, и американские, и даже японские ассоциации. Задача кардиоонкологии – ведение пациентов с онкологическим диагнозом на этапе подготовки противоопухолевого лечения. Это те же ассоциации, такая формулировка. Что это, как не пререабилитация? Кардиоваскулярный мониторинг в период противоопухолевого лечения, длительный кардиоваскулярный мониторинг после проведенного противоопухолевого лечения, ведение пациентов с кардиологическим диагнозом на фоне противоопухолевого лечения, Это тоже фактически специализированная, но только кардиологическая реабилитация на этапах лечения онкологического больного. Вот этот слайд мы демонстрируем с 2013 года. Тогда мы уже распределили проблему онкологического больного на вот эти пять пунктов. Это патологические заболевания, обусловленные самой опухолью, патологические состояния лечебным воздействием, то есть, собственно, кардиотоксичность. Патологические состояния, непосредственно не связанные с локализацией первичной опухоли или ее метастазами. Это, собственно, паранеопластические синдромы. Это патологические состояния, возлекающие у лиц с онкологическими заболеваниями, которые излечились от этих заболеваний, но ошибочно их всегда, то есть, часто очень, извините, расценивают как рецидив онкологии, и в связи с этим пациент не получает адекватного, правильного лечения. То есть, это диагностические ошибки. Ну и, наконец, заболевания как сочетанные, фоновые или даже конкурирующие. Как вы будете расценивать пациента с острым коронарным синдромом на фоне онкологического заболевания? Наверное, это будет первое заболевание, инфаркт миокарда. Ну вот это мы, наши публикации по этому вопросу. Ну и вот как Manual of Medical Oncology определяет взаимосвязи рако-сердечно-сосудистой патологии. Как-то близко очень к нашему вот такому мировоззрению. Итак, механизм. Это прямой эффект, да, это паранеопластический эффект, это хирургия рака, это химиотерапия. Прямой эффект – это инвазия в перикарды, метастазы в сердце, которые приводят к кардиоваскулярным синдромам, аритмии, инфузии перикарды, сердечная недостаточность. Паранеопластический эффект очень важен, и о нем не надо забывать. В рамках кардио-онкологии особенно это гиперкоагуляция, это вазоспазм, электролитные нарушения, которые также приводят к аритмии. Вот дигитальная ишемия так называемая, это ишемия не связанная с коронарными поражениями, а связана с такими системными воскулярными поражениями. Это хирургия, которая тоже приводит к тому, что возникают предпосылки к развитию и аритмии, и миокардиальной ишемии, сердечной недостаточности, ну и химиотерапия. Это, собственно, та кардиотоксичность, о которой сегодня много говорили. В 2012 году мы провели такую практическую конференцию «Многопрофильная клиника в решении проблем онкологического пациента». И вот такая была презентация «Раковая болезнь. Задача и возможности терапевтического лечения и реабилитации». Речь шла об общетерапевтических лечении. В рамках этого лечения, конечно же, в первую очередь мы будем говорить о кардиологической помощи онкологическим больным, поскольку, как мы теперь понимаем, это очень частые сочетания. Ну вот тоже такие публикации у нас возникли. И, долго занимаясь этим вопросом в рамках терапевтического и кардиологического отделения, мы тоже, как профессор Мамедов сказал, в порядке энтузиазма взялись за разработку этой темы. Что же, как же нам помогать онкологическим пациентам, которые попадают в поле зрения терапевта и кардиолога? Ну вот видите, работа проводилась сначала на базе наших двух отделений. А потом, в 2015-2016 году, продолжалась в рамках научной поисковой темы тогда еще существующего Федерального агентства научных организаций. Что же мы получили? В первую очередь мы хотели посмотреть заинтересованность в проведении медицинской реабилитации, а по сути сопроводительной терапии онкологов и онкологических пациентов на этапах и специализированного лечения. Проанализировали пути поступления онкологических пациентов в наше отделение, соматические. И вот что мы увидели, что по рекомендации из онкоучреждений, которые мы очень уговаривали поставлять нам пациентов, всего пришло 18% пациентов. По направлению онкологов наших, нашего отделения, конечно же, это максимальный был источник поступления. Самотеком 20% пришли к нам больных. И так, на тот момент онкологи были очень мало заинтересованы направлять своих пациентов на кардиологическое и терапевтическое лечение. Приверженность врачей и онкологов в направлении больных на программу реабилитации. Причем я хочу сказать, что особенно когда мы взяли эту научную тему уже официально под эгидой ФАНО, мы абсолютно бесплатно предлагали всем нашим онкологам направлять больных к нам. Наверное, мы должны были поехать в Чебоксары для этого. Или в Финляндию. Тогда бы отклик был больше. Итак, значит, по рекомендации зонка учреждения. Ну, первая, вторая стадия вообще к нам практически не направлялась. Направлялись третья, четвертая, и фактически это был уже палеотив. Наша больница, конечно, опять же, тут все-таки мы их тоже уговаривали, хотя тоже уговаривали. На самом деле, не так уж они откликались. Самотеком, опять же, пришло тоже в третьей, четвертой стадии фактически. То есть все больные, обратившиеся к нам, приходили фактически на конечных этапах своего заболевания. И только 23% из 103 опрошенных, проходящих курсовую противораковую терапию, выразили желание наблюдаться у врачей других специальностей без рекомендации своего лечащего врача-онколога. То есть настолько это заболевание, этот диагноз, он доминирует над всеми другими диагнозами, что если лечащий врач-онколог не скажет «иди и проверяйся», пациент, ну, не знаю, это уж надо иметь какую-то психологическую такую особенность, наверное, чтобы он пришел. Итак, при этом мы проанализировали встречаемость патологических состояний, которые выявили терапевты и кардиологи у пациентов на разных стадиях онкологического процесса. Итак, посмотрите, коморбидность первой-второй стадии заболевания была у 60 практически процентов. Здесь также встречались в первую очередь дисфункции желудочно-кишечного тракта, признаки синдрома кахексии и анорексии на первой-второй стадии уже начинали проявляться почти у 10%. Тромбозы и тромбоэмболии, кардиотоксичность, ну, вот то, что мы получили. Третья-четвертая стадия – коморбидность была уже значительно выше, гематологические, конечно, синдромы преобладали, дисфункция ЖКТ, естественно, кахексия, анорексия, тромбозы и кардиотоксичность также у этих пациентов нарастала встречаемость. Да, и простите, пожалуйста, извините, как мне вернуться назад? Извините. Маленькую. Да, да, маленькую. Так. Но что особенно мне хочется вам показать, что 5% – это были патологические состояния, ошибочно расцениваемые, как рецидив рака третьей-четвертой стадии. На самом деле это были абсолютно коморбидные заболевания, которые не относились к онкологическому процессу. Итак, такие выводы мы сделали, извините, их вот так слишком много, и они мелко написаны. Но мы говорим, что есть низкая приверженность онкологов в направлении больных, многопрофильные стационары. Потому что мы считаем, что онкологический стационар не может содержать всю вот эту армию сопутствующих специалистов, всю эту диагностическую базу. Поэтому, конечно же, для реабилитации имеет смысл пользоваться возможностями многопрофильного стационара, особенно между курсами и в последующем, после проведения противоракового лечения. 94% случаев по рекомендации онкологов пациенты приступали лишь в далеко зашедшей стадии. Среди пациентов, направленных на палеотивную помощь, 5% пациентов, тяжесть и их состояние расценивали как рецидив рака ошибочно. На самом деле надо было их лечить совершенно по-другому. И то, что я уже сказала, в поддерживающей терапии, основанной на принципах междисциплинарного подхода, нуждаются не только пациенты с далеко зашедшими проявлениями злокачественного процесса, но и больные с первой и второй стадией заболевания. Так как даже на этом этапе различные осложнения раковой болезни, последствия его лечения, а также проявления сочетанной патологии встречаются достаточно часто. На основе этой разработанной методологии на принципах междисциплинарного подхода создан алгоритм перифицированной реабилитационной поддержки онкологического больного. В 2016 году эти предложения были направлены в наш комитет здравоохранения и терфонтумы Санкт-Петербурга, но до сих пор отклика мы совершенно не получили. Это было опубликовано в прошлом году в журнале Института Герцена. А, кстати, наш журнал отказался публиковать этот материал. Я сказал, что реабилитация – это не про это. Итак, как понимают кардио-онкологическую практику в лидирующей по вопросу, мне кажется, кардио-онкологии Американской клиники МИО. Итак, есть онкологический пациент до лечения, во время лечения и после лечения он нуждается в кардио-онкологической поддержке. Кардиологическое обследование должно включать анамнез, рентген, ЭКГ и эхо, и обязательно в режиме стрейн, о чем говорила Вера Исаковна. Не буду фактически тоже четко перечислять все, что здесь написано, но до лечения мы обязательно должны при наличии кардиоваскулярного риска прибегать к консультации кардио-онколога, а в последующем при появлении и для выявления возможных осложнений мы также должны прибегать к консультации кардио-онколога. Например, в консультации кардио-онколога после проведения лечения нуждаются все пациенты, которые имеют кардиоваскулярную патологию, которые получали доксорубицин, которые получали лучевую терапию, которые получали лучевую терапию плюс антрациклины и так далее. Направляя пациента на консультацию кардио-онколога, мы должны по рекомендации клиники МИО оценить риск и рекомендовать мониторинг для пациента онкологического профиля. В первом разделе мы должны определить факторы риска, зависящие от пациентов, и прибавить один пункт для каждого фактора риска по этим показаниям. Возраст менее 15 и более 65 лет и так далее здесь перечислено. По факторам риска, зависящим от лечения, мы должны определить высокий риск 4, например, для пациентов, получающих антрациклин, тростезумаб и так далее, оценить средний риск, оценить низкий риск, и тогда, когда риск 0, вот те препараты, это позит, талидамид, которые практически не вызывают кардиотоксического отклика. Дальше мы должны оценить кардиотоксичность. Это риск по лечению, по факторам риска, зависящим от лечения, плюс факторы риска пациента. Вот этот кардиориско, кардиотоксический риск, очень высокий, больше 6, мы его определяем. И дальше мы определяем, как с таким кардиотоксическим риском мы должны наблюдать каждого из пациентов. То есть, например, при очень высоком риске мы должны обязательно делать эхокардиограмму и режим стрейн перед каждым циклом в конце, через 3-6 месяцев, через год, мы должны делать рутинные методы ЭКГ, тропонин и так далее. Ну вот к чему привело внедрение кардио-онкологической практики в практику клиники МИО. Мы видим, что за год количество пациентов как face-to-face, так и даже по электронному варианту общения значительно увеличилось. А, конечно, помогает этому интегративный подход. То есть это междисциплинарная бригада, которая должна состоять, конечно же, из онколога, кардиолога, гематолога. И все это значительно, как они проанализировали, улучшает и взаимодействие, и качество, и эффективность медицинской помощи и экономию средств. Итак, в кардио-онкологии с 2017 года официально, наряду со всеми структурами, которые окружают кардио-онкологическую помощь медицинскую, безусловно, присутствует и кардиоваскулярная реабилитация. А что у нас? Ну вот это тоже слайд, который, к сожалению, он так плохо виден. А у нас больная 78 лет, проходит лечение в онкологическом диспансере, ну, онкологической клинике, скажем так. Диагноз у нее – рак правой молочной железы Т2Н0М0. Ну и посмотрите, какие сопутствующие заболевания. И кардиомиопатия смешанного генеза, и ЭБС, и диабет, и ЦИБ, и так далее, и так далее, и так далее. И посмотрите, что она должна сделать для того, чтобы получить последующий цикл. Ее выписывают домой и рекомендуют. Наблюдение, да, у нее еще и шейка бедра, и, в общем, ну, все, что можно. То есть это больная лежачая. Наблюдение районного онколога хорошо, консультация травматолога, ортопеда, кардиолога, терапевта по месту жительства, эндокринолога, нефролога, ревматолога, невролога и так далее, и так далее. Посмотрите, где и каким образом эта пациентка может амбулаторно получить все вот это. Куда она должна быть госпитализирована для того, чтобы ее, скажем так, продиагностировали, пролечили, подготовили к следующему циклу, чтобы отдать высокоспециализированную, высокотехнологичную онкологическую клинику. Следующий клинический пример – пациент, который вчера еще был у меня на консультации. Молодой человек, 29 лет. В ноябре 2018 года герминогенная несеменная опухоль левого яичника, яичка, простите, пожалуйста, орфофундулэктомия слева в декабре 2018 года. Прогрессирование 19-го второго, поражение легких абдоминальных лимфоузлов, химиотерапии по схеме БЭП, и три цикла он прошел. 27 мая на фоне физической нагрузки после третьего цикла химиотерапии появились разлитые давящие боли в области сердца, резкое нарастание одышки, боли сохранялись в течение суток. Обратился в больницу города Калининграда, где проживает снятая ЭКГ. Вот такая ЭКГ, мы видим, эпикардиальное повреждение фактически всей передней стенки. Эхокардиограмма была сделана в короткой госпитализации, данных за зоной гипогенезии не было, введены НПВС, опущен домой. 10-го, 6-го, да, сутки сохранялись вот эти боли, он сам с ним справился. И 10-го, 6-го он приехал в Санкт-Петербург в госпитализацию в НИИ Петрово для проведения 4-го курса химиотерапии, ЭКГ. То есть это динамика распространенного, тяжелого, слава богу, без Ку, но субэндокардиального инфаркта миокарда. Конечно же, наши коллеги-онкологи очень взволновались, и слава богу, у нас уже налаживаются контакты, и надеюсь, они будут перерастать в более тесные взаимодействия. Они его переводят в стационар городской с диагнозом острый инфаркт миокарда, тропонин высокочувствительный. Да, простите, они ему делают там, на месте, в Петрово, эхокардиографию, фракции выбросов 61, гипокинезия, верхушечная перегородочная, передние стенки левого желудочка всех сегментов. Переводят с диагнозом острый инфаркт миокарда, тропонин был несколько повышен, но прошло уже, как мы видим, почти две недели. Эхокардиография в этом горстационаре не увидели локальных нарушений сократимости. Выписан буквально на следующий день с диагнозом токсическая кардиомиопатия, коронароангиография не выполнялась. 13-го, 6-го, опять же, консилиум в НИИ Петрово для окончательного решения вопроса об остром инфаркте миокарда. Консультация кардиолога направлена к нам. Дальнейшая тактика, что планируют онкологи, либо продолжить ПХТ, либо хирургическое лечение. Мы его госпитализировали, на нашей ЭКГ сохраняются все те же тяжелые изменения. Правда, тропонин, собственно, он высокочувствительный в норме. Эхокардиография и в стрейн-режиме показывает стрейн минус 16. То есть, в принципе, это ниже, несколько ниже. А по сегментам, если вы видите, тут вообще в переднеперегорочном сегменте здесь вообще снижение. Так, простите. Через три дня буквально на фоне кардиологического лечения у него стрейн улучшился минус 19. То есть, мы видим эффект от даже простого кардиологического лечения. Была выполнена коронароангиография, которая, как и мы предполагали, но здесь только передняя ветвь, она не показала никаких значимых нарушений проходимости. Взяты анализы на диагностику тромбофилии и антифосфолипидного синдрома. Почему? Она не из жизни. Острая сердечно-сосудистая смерть у матери в 40 лет от острого нарушения мозгового кровообращения, у отца в 50 лет внезапная смерть. И предполагается тромбофилия. Здесь я хочу сказать, что мы все-таки благодарны очень профессору Балдуевой, который является председателем нашего городского кардиологического общества. Мы с ней обсуждали этот вопрос. Она занимается вот именно этими тоже очень сложными сейчас кардиологическими диагнозами, а именно инфаркты, миокарда и ишемии без обструкции коронарных артерий. Это тоже на самом деле темный лес. И вот как раз занимается вопросами тромбофилии. Итак, заключение наше, кардиологов для онкологов, переносит имбока, то есть инфаркт миокарда без обструкции коронарных артерий, НИКУ, инфаркт миокарда передней перегородочной области, в скобках тромбоз, вопрос, эпикардиальный спазм, микровускулярный спазм. Даны рекомендации по сопроводительной кардиальной терапии с уточнением после получения результатов анализов на тромбофилию. Выбор онкологов, с которыми мы, естественно, связаны, они предпочитают оперативное лечение, поскольку никто не знает, как пациент отреагирует на следующий. Соответственно, вот. Ну и вот то, что показала уже Вера Исаакова, в май 21-19-го года вышла американская, собственно, первая большая статья в Circulation Cardio-Oncology Rehabilitation to manage кардиоваскулярных осложнений у пациентов и выживших. Ну, здесь я предлагаю всем открыть, познакомиться. В общем, все то, о чем мы говорили. Очень большое внимание уделяется упражнениям, скажем, и лечебной физкультуры. Итак, ключевые моменты я позволю себе немножко сказать. Значит, это Cardio-Oncology Rehabilitation. У них аббревиатура CORE получила название. Итак, повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний у онкобольных и пациентов в ремиссии является результатом как прямого воздействия методом лечения рака, так и сочетанного в действии таких факторов риска, о которых мы все говорили, о которых говорили все докладчики. Направление на кардио-онкологическую реабилитацию лечащим врачом, например, онкологом, терапевтом, кардиологом, зависит не от конкретной стадии и ведения онкологического процесса, а от имеющегося риска возникновения у пациента сердечно-сосудистых осложнений на основании клинических рекомендаций Американского общества клинических онкологов. Перед кардио-онкореабилитацией проводится оценка состояния пациентов, консультирование по вопросам питания, веса, артериального давления, липидного обмена и т.д. То есть те факторы риска, о которых говорил профессор мамедов, типа продолжительность лечения индивидуальные, то есть они от стандартов уходят в этом плане, как и оптимальное время для начала программы реабилитации у конкретного пациента. И перспектива, как пишет в конце этого резюме, авторов этого всеоблимящего научного заявления необходимо поздравиться к активным подходам профилактической кардио-онкологии. Кардио-онкологическое сообщество теперь может использовать это как основу для того, чтобы двигаться дальше в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, подходах к улучшению здоровья в целом онкологических пациентов. Вот поэтому я считаю, что это фактически повторяет наши мысли. Но, тем не менее, вот, ну это, простите, уже все. Это я перешла к какому-то другому. Какие-то они здесь попались. Другие слайды. Я благодарю вас за внимание. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok